Добрый вечер, в эфире студия 7 и сегодня мы решили поговорить о миграции. Ну, не о той миграции, которая беспокоит, скажем, жителей Европы, а о нашей, скажем так, бытовой местной миграции, о том, как люди уезжают из Красноярска, как приезжают в Красноярск. Но поводом для этого послужило исследование Минстроя России о том, что Красноярск является одним из самых комфортных городов нашей страны. Первое, без всяких неожиданностей, место заняла Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем Екатеринбург, и третье место поделили Казань и Нижний Новгород. Четвертое место. И на пятом месте оказался Красноярск. Тем не менее, с начала этого года около 40 тысяч людей покинули наш город, и я думаю, что не меньшее количество в наш город переехало жить на постоянное место жительства. Вот об этом, обо всем мы решили сегодня поговорить с нашим экспертом, которого зовут Максим Амельянчук. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Итак, на ваш взгляд, 40 тысяч с начала года – это цифра стандартная или это какая-то особенная цифра, которая должна нас насторожить или даже напугать? Ну, наверное, цифра должна насторожить, потому что мы видим, что отток людей из Красноярска достаточно большой. Есть, они все разные категории попадают, эти люди. Есть в Санкт-Петербург, кто-то переезжает в Москву, есть кто переезжает в Краснодарский край, там, Сочи, Краснодар, там, тоже их, тоже неоднородная такая категория. И мы, но с другой стороны, мы видим, что и в наш город приезжают это жители края, это жители Иркутской области, поэтому насторожить должно, но, наверное, такой катастрофы пока еще нет. Хорошо. Давайте попробуем представить средний статистический портрет человека, который покидает город Красноярск. Ну, я понимаю, что это не может быть один портрет, это, скорее всего, несколько категорий. Какие основные категории людей уезжают из Красноярска? Ну, взять, давайте возьмем Санкт-Петербург. Первая категория – это студенты. В Санкт-Петербурге 300 тысяч студентов. Да, огромное количество вузов, и многие красноярцы туда идут поступать. Родители считают, что нужно купить квартиру, не платить за аренду. Да, и вот это первая категория. Вторая категория – это карьерный рост. Люди выросли, они ищут новую работу, они пошли на повышение. Это какой возраст? Это возраст, ну, вы знаете, в районе от 30 лет уже. Есть те, кто заработали достаточно денег, хотят переехать в Санкт-Петербург, ну, потому что красивый город, достопримечательности, это уже ближе к пенсиону. То есть есть абсолютно разные категории, да, качество жизни, и, соответственно, студенты, это учеба, то есть разные категории. Если мы говорим про Москву, да, еще в Санкт-Петербург, мы видим еще одна категория – это инвесторы, это те люди, кто видят, что цены растут, стоимость арендной платы высокая, и они вкладывают деньги, просто видя, что в Красноярске это сделать они не смогут. Да, то есть много появилось дистанционных покупок недвижимости. И это Санкт-Петербург. Если мы говорим про Краснодар, ну, одна из категорий – люди выходят на пенсию, допустим, хотят переехать в теплые края. Здесь, в общем-то, это первая категория. Вторая категория, их достаточно много, это по… одна из причин – это здоровье, например, детей или, там, родителей их, да. Климат, экология – все это тоже влияет, это тоже категория людей переезжает. Просто многие устали от зимы. А почему именно Краснодар? Вот, если у нас, в принципе, есть же еще довольно комфортные южные города. Ну, видите, Краснодар достаточно активно застраивается, это раз. И, соответственно, стоимость квадратного метра сопоставима с Красноярском. В Санкт-Петербурге там все-таки значительная разница в цене. Если говорить про Краснодар, там цены сопоставимы. Там начинаются студии, ну, грубо говоря, от 800 тысяч, там понятно, что это далеко, понятно, что это еще надо ждать. Но, в принципе, человек, продав квартиру в Красноярске, сможет переехать в равноценную, да, даже где-то, может быть, выиграть в качестве. Ну, а, соответственно, цена жизни, то есть отсутствие зимней одежды. На мой взгляд, симптоматично, что начали вы разговор с Санкт-Петербургом. Да. То есть вы не говорите о Москве. Да, ну, видите, Москва, там не все так просто, потому что Москва, это особенно суть, если взять еще и Подмосковье, то это как целая страна, да. Некоторые люди начинают выбор квартир из Москвы, потом понимают, что они не тянут по финансам и остаются в Подмосковье. Тоже такой вариант. А если не тянутся в Подмосковье и уезжают из Санкт-Петербурга? Нет, ну, там не так, конечно, но, соответственно, Москва, это люди, кто в первую очередь строит карьерный рост, это возможность заработков, это люди переезжают, потому что в регионах есть потолок зарплат по отдельным специальностям, по отдельным профессиям, люди не могут выше какой-то планки заработать. Люди переезжают в Москву, во многих случаях зарплата в 3-4-5 раз может быть выше. То есть я понимаю примерно так, если человек хочет ехать, скажем так, в центр России, если у него денег много и хватает, он едет в Москву, если денег поменьше, он едет, например, в Петербург, а если его тянет на юг, если у него много денег, он едет в Сочи, а если поменьше, он едет в Краснодар. Ну, не совсем так, но в принципе с этого многие начинают выбор, но опять же, многие люди перед тем, как приобрести квартиру или сделать выбор, приезжают в город и как-то им нужно там какое-то время пожить, потусоваться, скажем так, да? То есть они тогда понимают, это вот комфортно им там находиться или нет, потому что некоторые в Москве им некомфортно находиться. То есть город большой, и дарит на юг. Мы выявили, скажем, первые четыре позиции в этих главных адресах отъезжающих. Это вот Москва, Питер, Краснодар, Сочи. Если продлить этот рейтинг дальше, какие еще города будут попадать вот в этот перечень? Ну, переезжают люди, некоторые переезжают в Калининградскую область. Это Калининград и города-курорты. Ну, если посмотрим по списку самых благоустроенных городов, то Краснодар, насколько я помню, всегда попадает в десятку и несколько раз был там чемпионом этого рейтинга. Ну, я думаю, Олимпиада помогла. Плюс еще, да, к этому чемпионату мира, который проходил, там подтянули все. Плюс там есть несколько городов-курортов, которые уже столетия используются как курорты. Значит, дальше это, наверное, ну, кто-то переезжает в Екатеринбург, но это больше по карьерной лестнице, да, там, ну, следующий, наверное, кто-то едет в Новосибирск, да, наверное, еще, ну, если мы говорим юг России, есть в Ростов какой-то трафик, да, туда. То есть, опять же, это юг России. И еще город, ну, это Казань. Казань, ну, кроме национального признака, да, там есть еще, ну, то, что город красивый, просто его реконструировали, сделали много, ну, там, инфраструктуру серьезно. Я примерно представляю себе на карте этот поток, то есть, в основном, все перемещаются в европейскую часть. Да, да. Теперь давайте представим себе другой поток, который движется в город Красноярск. Да, в Красноярск, ну, нельзя сказать, что у нас нет иногородних покупателей. В какой-то период бывает, там, и 30%, иногда даже до 50%, это иногородние покупатели. Это, в первую очередь, жители края, потому что нет вузов в крае, ну, фактически, да, и уровень жизни совершенно другой. Все-таки здесь универсиада прошедшая, она помогла Красноярску, ну, скажем так, у нас давно не было таких масштабных реконструкций города. Как похорошел Красноярск при Еремине? Значит, дальше, это и очень большой трафик, это все-таки из Иркутской области. То есть, особенно из городов, которые ближе к нам, чем к Иркутску, это, например, Братск, да. Плюс, вот, это наводнение в Тулуне, да, когда люди получили сертификаты, многие из них, у нас много сделок проходило, они выбрали Красноярск. Почему выбирают Красноярск? Ну, опять же, в сравнении с другими городами. Красноярск все-таки инфраструктуру, ну, так, привели более-менее в порядок. Я не скажу, что идеально, но намного стало лучше. Второй момент, есть уровень зарплат выше, объективно, у нас один из самых высоких в Сибири. Плюс медицинские центры, давайте посмотрим, кардиологический, перинатальный, глазной, онкологический, куча медицины, куча центров, которые... Ну, и университет медицины, я думаю, кадры, да. Потому что картинку, когда показываешь, люди говорят, слушайте, это у вас такой СФУ красивый здесь построили. Поэтому действительно город, вот к нам приезжали наши коллеги из Братска, из Иркутской области приезжали, они были в шоке, в таком хорошем смысле слова, что многие даже захотели переехать в Красноярск. То есть люди производились впечатления, да, они поехали на остров Татышев, да, там, они погуляли, на столбы сходили, то есть есть и природа, есть... да, конечно, есть экология плохая, там, есть много минусов, но если мы говорим про плюсы, они у Красноярска тоже есть, да. Спортивные секции, которые есть в каждом районе, ну, то есть... Хорошо. На этой ноте, пока наши зрители размышляют, куда они будут уезжать из города Красноярска, или наши иногородние зрители пока думают, когда они переедут в Красноярск, мы с вами сделаем небольшую паузу для того, чтобы прерваться на рекламу, и потом продолжим наш разговор. Доброе утро, добро пожаловать. Польша, 1939-й Они захватили всю страну. Гибнут тысячи людей, включая маленьких детей. У нас много места. Мы их спрячем. Приведи всех, кого сможешь. Немцы приходят каждое утро. Я помыляю ни звука. Никто не знает, как это тяжело. Невозможно определить, кто твой враг. Кому можно верить? Жена смотрителя зоопарка. Во вторник. Восемь вечера. На седьмом. Итак, мы возвращаемся в студию 7 и продолжаем разговор о миграционных потоках в Красноярск и из Красноярска. Мы сейчас говорили о том, где люди покупают квартиры, в каких городах и кто приезжает к нам в Красноярск жить. А теперь давайте поговорим, сколько это удовольствие стоит. Ну, допустим, начнем с того же Петербурга, как и в прошлой части. Да, Санкт-Петербург. Ну, естественно, в Санкт-Петербург приезжают люди со всей страны. Особенно активно едет Дальний Восток, там Хабаровск, Владивосток, оттуда большой поток людей. И, соответственно, я назову порядок цен, чтобы понятно, что есть где-то дешевле, где-то дороже. Если мы говорим про жилье студентам и молодежи, то это студия порядка 25 квадратных метров. Если мы говорим про то, что это не самый естественный центр, то цена будет там 2500-2700. То есть сопоставимо с однокомнатной квартирой у нас в Красноярске, новые планировки, хорошие однокомнатные квартиры. То есть теоретически человек, продав квартиру в Красноярске, может превратившись в студента, переехать в Петербург в студию? Да, в меньшей площади, и, соответственно, это не центр города. То есть надо добираться на метро. Естественно, если мы говорим про ближе к центру, ближе к метро, то цена может быть на миллион больше, там 3,5. То есть ориентироваться нужно, я, опять же, это очень примерное, там, естественно, цены колеблются, ну, около 100 тысяч за метр, считайте, вот, легко посчитать, да? 100 тысяч за метр в среднем, да? Да, соответственно, для сравнения с самого дорогого. А в Красноярске сегодня сколько метр? Ну, здесь, опять же, тоже сложно так сказать, это нужно высчитывать, потому что это такое, знаете, как средняя температура по больнице, вот средний квадратный метр. То есть когда вы просто хотите понять порядок цены. Тоже критерий, средняя температура. Ну, давайте сейчас я про цены расскажу еще. Значит, соответственно, если двухкомнатная квартира, то это 5-6 миллионов, да? Ну, и вот дальше, там уже дальше у кого сколько хватает денег. Если мы говорим про Краснодар, то цены сопоставимы, да? То есть двухкомнатные квартиры, там могут стоить новой планировки, там около 3 миллионов. Естественно, есть дешевле, кто-то скажет, я знаю дешевле, да, но есть дороже. То есть, ну, вот, то есть не в два раза отличаются от Красноярска, но они вот, есть отличия. Если говорить про Москву, то, естественно, в Москве очень большой разбег в ценах, потому что там есть станция метро, нет станции метро, там есть такие отдаленные территории. Но последняя новость, которая была, это что 11-метровые студии запускают в продажу. Насколько я помню, цена их 2,700. Вот, то есть 200 там, сколько, 50 получается тысяч за метр, но это маленькая квартира, да? Поэтому там в Москве, ну, соответственно, дальше каждый выбирает. И, соответственно, в Москве сложнее всего выбор, потому что предложений очень много. И, соответственно, на любой вкус и кошелек. Ну, вот я взял самую, 11 метров, это самая небольшая квартира. Что говорить про Сочи, то цены, вообще есть такая проблема серьезная, да? Это не совсем достоверная реклама. То есть, если наши зрители сейчас зайдут на сайт и будут смотреть, то они увидят там цену в Санкт-Петербурге и полтора, и два миллиона, да? Но там, если они мелким шрифтом начнут читать, то они увидят, что это первоначальный взнос, либо первый платеж. Да, остаток вам разобьют, допустим, на два года в рассрочку. То есть, вот не стоит обольщаться и думать, что вот так все легко и доступно и просто. Это касается, в первую очередь, Сочи, Санкт-Петербурга, да? Вот там, ну, как бы, они стараются рекламой показать доступность жилья, но в реалиях все равно, ну, естественно, цены там выше, чем в Красноярске, и значительно выше. Хорошо. Ну, в принципе, самое реальное из того, что вы перечислили, это, ну, образно говоря, поменять в названии города последние четыре буквы «Ярск» на три буквы «Дар», и практически за ту же цену вы можете поменять город, поменять климат. Но я полагаю, что если человек находится в активном возрасте, если это не студент и не пенсионер, то, конечно же, его интересует не только цены на квартиру, но его интересует, чем он будет там заниматься. Я думаю, именно в этой части более привлекательными являются тот же Петербург или там Подмосковье. Я не очень себе представляю, чем занимаются в Краснодаре люди, когда туда переезжают. Сфера обслуживания. В большинстве случаев это сфера обслуживания, да? Да. Это серьезная проблема, потому что все равно не стоит идеализировать ситуацию, потому что Краснодар, он достаточно плотно подзагружен, да, там, соответственно, город очень быстро растет. Да, там есть много плюсов, да, это близость к одному морю, ко второму морю, там проще в любой город Европы улететь из Краснодара, чем из Красноярска, смена часовых поясов, все. Но идеализировать вот так, что там такая райская жизнь, тоже не стоит. Ну, я тоже, потому что я понимаю, что Красноярск все-таки это промышленность, поэтому здесь рабочих мест по-любому больше. А Краснодар, ну, в лучшем случае сельское хозяйство, а в остальном я, ну, не знаю, на самом деле, чем можно заниматься в Краснодаре. Ну, просто я там не жил, поэтому... Видите, сейчас много очень профессий, которые позволяют удаленно работать, да? Мы говорим про фрилансеров, то есть какая-то часть людей... Тогда можно вообще не уезжать из Красноярска. Ну, но хотят все-таки поближе к теплу, поехать к морю, поесть фруктов свежих. Вот с этой точки зрения, если смотреть, то... Хорошо. Ну, тогда мы перейдем еще к небольшой статистике. Статистика эта касается красоты нашего города. Артемий Лебедев составил список топ самых красивых городов нашей страны. В этот список попали всего 15 городов, в том числе и Красноярск, что, естественно, для нас является предметом гордости. И, правда, смущает то, что первое место в этом топе занял город Садко Челябинской области, а Москва и Петербург переместились только на второе и третье. Тем не менее, у Лебедева свои, конечно, какие-то очень смелые критерии оценки городов, но, зная, что этот человек в основном критикует и ругает города, а не хвалит, то, что Красноярск он включил в список один из самых красивых. И, я думаю, на ваш взгляд вообще красота города, она имеет значение при покупке квартиры для самого покупателя? Или все-таки в первую очередь он смотрит на цену и на потенциал рабочих мест? Ну, естественно, красота имеет большое значение, потому что все равно мы многие решения, кроме логики, мы всегда включаем эмоции. Нравится нам здесь жить или не нравится, да? Люди ходят, смотрят. И, в общем-то, к нам приезжали и на учебу, и наши коллеги из других городов. В принципе, многие говорят, что не ожидали, что Красноярск такой красивый город. Но, опять же, нужно сказать, что очень многие наши достопримечательности – это, ну, скажем так, больше творения природы. Многих впечатлил Енисей. Они говорят, такая мощная, красивая река. Дальше остров Татышев. Красиво после работы люди вышли, побегали, погуляли. Мы возили гостей наших на столбы. Но, опять же, это, надо сказать, природное явление. Да, там, ну, ГЭС нельзя назвать, все-таки, рукотворение человека, но вокруг природа очень красивая. Поэтому вот здесь и вообще то, что город там немножко зажат между горой и рекой, это тоже красиво. Создает колорит определенный город. Поэтому, вот, ну, опять же, если город красивый, но нет работы, нет инфраструктуры, нет больниц, нет секции для ребенка, нет образовательных учреждений, то как бы непонятно, что поделать. Ну, всячески, в Красноярске все это есть, но, тем не менее, если кто-то из наших зрителей сейчас, вдохновленный вашим рассказом, решит все-таки покинуть наш чудесный город, скажите, первое правильное решение, то есть первый шаг, какой нужно совершить? Вы только что сказали, что если он начнет лазить по интернету и пытаться найти там квартиру, пытаться найти там цены, то, скорее всего, он может нарваться на не очень, мягко говоря, корректные цифры, а в худшем случае он может вообще и попасть в руки мошенников. Тогда давайте скажите, вот, если человек принял такое решение уезжать, его первое действие, где лучше всего смотреть, может, конкретные какие-то ресурсы, или, может, это даже не интернет? Вы знаете, здесь, наверное, нужно сначала, ну, я бы рекомендовал, здесь сложно сказать, в какой последовательности, да, но, очевидно, имеет смысл все-таки посетить город, в который вы планируете переехать, да. Будь это, то есть это все-таки решение о переезде, оно не принимается вот так, как с промтом, да. Все-таки человек, как правило, год. Мы смотрели статистику наших сделок, да, потому что у нас есть возможность дистанционных сделок и с Краснодаром, и с Санкт-Петербургом. Мы смотрели, человек принимает решение около года. Соответственно, за это время он туда успевает съездить, он успеет посмотреть, он, как бы, ощущения свои, вот, ловит в этом городе, комфортно ему, некомфортно, как здесь, удобно ему, неудобно, вот этот момент. Во-вторых, все-таки требуется, я бы сделал на месте человека, который планирует переехать, обратиться к эксперту, который все-таки даст расклад полный, да, сколько стоит его квартира, сколько стоит квартира, которую он выбрал, да. А я сразу спрашиваю, сколько стоят услуги такого эксперта? Вы знаете, если мы говорим про продажу новостроек, например, в Санкт-Петербурге, то услуги все бесплатные, да, оплачивает их застройщик. Поэтому здесь, но, допустим, в нашей компании мы можем предложить весь ассортимент от всех застройщиков, там, несколько сотен строительных площадок, там, тысячи квартир. Можно спокойно все посмотреть. Ну вот в этом-то и, да, в этом-то и главная проблема, тысячи, что предложений просто очень много. Вот если набрать просто сейчас в Гугле, там, куплю квартиру в Петербурге, то у тебя засыпет миллионом всяких предложений, сайтов и ссылок. Ну, во-первых, сформулировать задачу нужно, да, с какой целью вы переезжаете, что вы хотите, какие критерии вы используете при выборе квартиры. Потому что сейчас есть одна проблема. А вот это изменилось поведение людей при покупке квартиры. Люди куда-то все время торопятся. Им некогда приехать в офис, им некогда посмотреть предложение. Им отправляешь в прайс, там, каталог, это буклет. Некогда, мы куда-то бежим. Сбросьте в WhatsApp, я посмотрю на выходных. Может, человек боится передумать. Через неделю человек куда-то все время бежит. То же самое мы сталкивались, когда люди выбирают ипотеку. Человек берет кредит на 15 лет. Серьезный шаг, да. Мы считали статистикой продолжительности брака в России меньше 10 лет, да. То есть человек выбирает ипотеку на долгий срок. Платежи, то есть в случае ошибки, большая переплата. Люди не могут сесть спокойно, сравнить условия банков. Не могут приехать в офис, чтобы наш эксперт дал заключение. Они где-то на ходу, все время куда-то торопятся. Потом, когда они взяли ипотеку чуть-чуть дороже, там, на полпроцента или на процент, они, ох, что же мы там не выделили время. И теперь приходится платить каждый месяц. Переплаты в сотня тысяч рублей, ну, либо рефинансирование. Тоже, опять же, деньги, время, усилия. То есть у нас люди куда-то стали все время торопиться. Они не находят время для того, чтобы выделить час. Пришел все, посмотрел, разобрался, получил экспертное заключение. Да, с этим можно уже дальше принимать какое-то решение. То есть понятно. Главное сделать паузу, выделить время на поиски. И, следуя вашему совету, мы сейчас тоже сделаем небольшую паузу, выделим время на то, чтобы посмотреть рекламу. А потом вернемся в Студию 7. Тренды, которые станут частью вашей жизни. Стиль и мода теперь будут работать на вас. А сфера ваших интересов расширится. Смотрите на седьмом программу своими глазами. Мы начали уже говорить во второй части об ипотеке. Давайте поподробнее раскроем весь механизм и все секреты этого деяния. Что такое ипотека на сегодняшний день? Насколько она выгодна? Стоит ли вообще ввязываться в это, учитывая, что это на долгие годы? Или, может быть, лучше какие-то другие механизмы применить для приобретения жилья? Ну, начнем с того, что ипотека – это инструмент для решения конкретной задачи. Поэтому говорить о том, что она абсолютно всем выгодна, полезна, и нужно всем бежать, бросать все дела и брать ипотечный кредит, не стоит. Это как острый нож. Можно им удобно все порезать, но если ты не умеешь им пользоваться, ты перережешь руки себе. Поэтому в первую очередь ипотека, если семья живет в стесненных условиях, если там все друг у друга по головам ходят, то на сегодняшний день мы видим, что, чтобы сменить, расшириться с однокомнатной, переехать в двухкомнатную, то есть улучшить свои жилищные условия, имеет смысл менять квартиру где-то около 500 тысяч рублей. Вот это минимальный размер доплаты, что человек может поменять однокомнатную на двухкомнатную квартиру. Соответственно, если он берет, опять же, ставки тоже сильно отличаются, я скажу, там 6 факторов есть, которые влияют на ставку. Опять же, если человек берет ипотечный кредит в среднем от 9 до 10%, то платеж составит 5 тысяч рублей. То есть человек может переехать из маленькой квартиры в большую и платить 5 тысяч рублей в месяц. Ну, в принципе, цена, согласитесь, не пугает. На протяжении какого времени? 15 лет. Если у него появляется сумма какая-то раньше, да, он накопил, он может погасить. Ну, в наше быстро меняющееся время, я думаю, эти 5 тысяч через лет 5 превратятся уже в 3, я там и в 2, поэтому, наверное, выгодно платить. Да, соответственно, если он хочет, кроме того, что увеличить площадь, сменить район и улучшить качество жилья, и старого жилья в новое, соответственно, доплата будет больше, да. Ну, если он маленький вот этот шажок делает, 500 тысяч, в принципе, достаточно. Ну, я думаю, у ипотеки есть главное преимущество, что ты прямо сразу становишься обладателем квартиры. Да. В отличие от всех других форм приобретения, в рассрочку, долевое участие, это, конечно, долгая история, и ты долго еще будешь ждать квартиру, а некоторые ее не дожидаются никогда. Мы знаем массу трагических историй, обманутых дольщиков, которые до сих пор еще иногда митингуют на наших улицах. И чтобы не попасть в такую ситуацию, кстати, в ипотеку можно в долевое участие вступить? Нет, конечно, конечно, новостройки. Вы можете купить на любом этапе строительства квартиру, взять ипотечный кредит. Да, сейчас произошли изменения, но вот в рамках, наверное, передачи мы не успеем просто тему разобрать. Но я хочу сказать, что, видите, ипотека, она решает, вот мы только одну категорию затронули, это семья переезжает из небольшой квартиры в другую. Есть еще категория, это людей, кто арендует квартиру. То есть человек ежемесячно платит там от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. И, в общем-то, если эти деньги он бы направлял на погашение ипотечного кредита, то можно перевести это в размер кредита. Он мог бы взять от миллиона до полутора миллионов кредит и купить себе квартиру. Если у него есть первоначальный износ, и он хочет платить за собственное жилье, а не снимать, то, в принципе, ипотека здесь тоже является очень таким интересным инструментом, который позволяет приобрести все-таки недвижимость. Есть еще третья категория клиентов, кому ипотека выгодна. Это те, у кого есть первоначальное накопление, они хотят сохранить эти деньги. Можно с помощью ипотеки купить квартиру, сдавать ее в аренду и за счет средств арендатора погашать ипотечный кредит. Через несколько лет вы выплатили кредит за счет вот этих рычагов. Банк дал вам деньги, арендатор платит. В любом случае, это механизм. Вот новость, которую бурно обсуждают на финансовых рынках, когда Центробанк снижает или повышает ставку. Скажите, это вообще влияет на рынок ипотеки в принципе? Или это на уровне статистической погрешности? Естественно, это влияет. Единственное, что не стоит ждать, допустим, объявили о снижении ставки. Это не значит, что банки на следующий день снизят проценты по ипотеке. Дело в том, что банки мониторят ситуацию, они понимают, когда будет снижение. И зачастую они сделали превентивно. Снизили ставки с учетом, уже заложили снижение ключевой ставки. Поэтому ожидать, что сегодня снизили, а завтра автоматически на 0,5% везде упадет, не стоит. Но тренд все равно. Если говорить про ставку, то на сегодняшний день большинство клиентов берут ипотечные кредиты от 9 до 10%. Безусловно, есть там и 8, и 7 мы оформляли, проводили. Но если учесть, что много факторов влияет на это. Размер первоначального взноса, подтверждение доходов, общая стоимость квартиры, страховка или отсутствие страховки. Если брать минимальный размер первоначального взноса, самый минимальный, какой только возможно. Какая ставка по ипотеке должна человеку насторожить? Я имею в виду слишком низкая ставка. На какую уже лучше не рейтись? Ну, здесь надо все-таки, наверное, я думаю, что низкую ставку, здесь видите, здесь это не как квартира, да, что вы идете и вам предлагают кота в мешке. Вы все-таки смотрите все документы, все сопоставляете. Я думаю, что банк, дело в том, что банк, вы сами сможете понять, в какую категорию вы попадаете. Есть у вас там 50% первоначального взноса или нет. Сможете вы выплатить кредит, там, допустим, за 7 лет. Потому что в некоторых случаях банки более низкая ставка, ну, где-то это обоснованно, где-то это рекламный ход. Предлагается в кредитах, которые они выдают, допустим, на 7 лет. Соответственно, там ставка ниже. Но когда вы начнете смотреть, у вас четко сразу вы из одной категории в другую не попадете. Есть у вас подтверждение доходов. Можете вы предоставить справки. Попадаете вы в определенную категорию, кому предоставляется скидка. Вот если все эти 6 критериев посмотреть, то четко станет понятно, какой кредит. Понятно, что если у вас минимальный первоначальный взнос, у вас нет подтверждения дохода, то там, в общем-то, и кредитная история, может быть, не очень хорошая, то вам вообще проблема будет взять его. Ипотека – это примерно такая же вселенная, как и, в принципе, любая покупка недвижимости. И опять здесь мы становимся заложниками вот этого вот огромного информационного поля, в котором мы все живем. Как я только что говорил, что набери, купить квартиру в интернете, и тебя засыпят миллионом всяких ссылок и предложений. То же самое, если набрать в поисковике ипотекать, на тебя тоже вывалится огромное количество всякой информации. И как в этом тоже разобраться и сориентироваться? Может быть, вы тоже подскажите какие-то конкретные шаги, ресурсы, книги, статьи? Здесь, видите, здесь момент какой. Второй, все-таки, нравится нам это или не нравится, много есть рекламы недостоверной. Кто-то приукрашивает фотографию свою, кто-то там что-то, цену какую-то одну ставит, другую. То есть есть проблема, потому что рынок никем не контролируется. Что, собственно, их захотел поставить, какую цену поставил. Там, продал он квартиру, объявление не снял, оно так и болтается месяц, да? То есть есть какие-то объективные факторы, есть, ну, какая-то конкретная задача, которую решает человек. Поэтому, опять же, как и в случае с ипотекой, я бы рекомендовал людям выбрать время и посмотреть эти объекты. Посмотреть. То есть не стоит ориентироваться на то, что написано в интернете, да, и нарисовано там на картинке. То есть я рекомендую выбирать время и своими глазами сравнивать объекты, которые вы, ну, нашли. Вполне возможно, их нет. Но тогда не надо на них ориентироваться. Поэтому, ну, опять же, это нужно выделять время, ногами обходить все квартиры, смотреть, знакомиться, выявлять мотивацию. То есть фактически, скажем так, покупатель или продавец, если он хочет правильно оценить квартиру, он на какое-то время становится риелтором. В большом счете он выполняет те же задачи, что и риелтор. Сортирует ненужную информацию, обходит квартиры, встречается с собственником, смотрит. И фактически, на какое-то время, если он хочет самостоятельно решить, он становится риелтором. В общем-то. Я главную мысль уловил, которую вы сейчас сказали. Не стоит ориентироваться на то, что говорят в интернете. Лучше ориентироваться на то, о чем говорят в телевидении. В частности, на телекомпании «Седьмой канал» в студии «Семь». Мы с вами завершаем разговор о недвижимости, о переезде, о миграции. И сегодня прочитал интересную статью на ресурсе «База» про одного американца, который 27 лет назад вышел из дома, поехал на машине, куда глаза глядят, пока не закончился бензин. Когда закончился бензин, он вышел из машины, шел пешком. В итоге он нашел место в лесу, где он провел 27 лет. Но, правда, сказка обернулась все-таки тюремным заключением, потому что он не был специалистом по выживанию. Он был вынужден воровать еду в ближайших населенных пунктах. Тем не менее, он сумел прожить много лет вдали от людей. И, собственно, таким образом тоже, можно сказать, решил свой жилищный вопрос. Конечно же, он не является целевой аудиторией для нашей сегодняшней программы. Мы сегодня обсуждали, как можно переехать из города Красноярск и как можно переехать в город Красноярск, как это сделать лучше всего, как это сделать безошибочно. На этом мы завершаем нашу беседу с нашим экспертом. Максим, большое спасибо. До следующих встреч. Мы с вами еще раз встретимся, обязательно обсудим эту интересную тематику. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова